друзья всем привет у нас сегодня будут классные гонки там стоит около 10 интереснейших машин а здесь стоят те кто откроет этот бал первым будут кататься volkswagen touareg 4 2 turbo дизель stage 1 против быстрейший camry которая была у нас на канале это camry 55 с липецка паша приехал сделал самый злой чип убраны все катализаторы но стоит много музыки мы достанем sap но колонки жюри конечно мы не достанем но я думаю этого чтобы показывать хороший результат данной камрюхи хватит такой touareg мы вообще впервые у нас приехал на гонки но у фроди он был дважды а на гонках я не видел вообще как едет этот мотор подобный мотор примерно плюс-минус стоит на porsche каеннах может быть уже сейчас не ставит но те каена ехали очень люто на чипе и этот автомобиль я уверен будет ехать очень хорошо 390 сил 900 крутящий момент это очень круто 2 300 вес то на 620 могучий злючий дизель или уже совсем не новый но тот 35 который на просторах youtube и наводит страшный шорох а сколько стоят эти машины давайте посмотрим на дроме открываем дром смотрим volkswagen touareg 2015 года вот можете посмотреть но тут 36 бензин двести сорок пять тысяч километров пробега 2 миллиона 300 два с половиной миллиона цены здесь 3 литра на 204 лошадиные силы есть варианты за полтора миллиона ну а есть уже старые кузова за 698 тысяч короче цены видите друзья от 600 тысяч рублей на такие красавцы до двух с половиной и выше миллионов рублей ну что погода дает добро мы поехали кататься а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обратите внимание, друзья, какая погода. Сзади уже вроде бы, слава богу, все нормально. Вот что сейчас прошло мимо нас. Приехали солнце. Вчера вечером всыпал снег. Все против. Но, наконец-то, я думаю, мы сейчас устроим этот заезд. Со скольки, Паш, тебе удобно? Я думаю, что 80, наверное. 80? Ну, меньше я буду... Давай 80 набираем. Погнали. Интересно, нам хватит. 390 сил, 900 моментов. Это лютейшее. Там 350 моментов в стоке. А ты после того, как чип сделал, то это... Карты выбил, ты еще делал какую-то? Да, конечно. Перепрошивку. Вполне иначе ошибка загорелась, да. Сколько сил теперь отчетов можно будет? Да где-то, наверное, хрен его знает. Заявляют там 300, может быть, с маленьким хвостом. Говорят, не добры бы ездить. Но, говорят, все. Вы готовы? Да. Раз, два, три. Подхват. Ну, пальцу я бы с вами сказал. Переключили. Едем. Скорость 160. Корпусом взял. И уходят дальше. Ну, да, туалет значительно быстрее стоит. 200 разогнали. Туалет ушел. Тачка сейчас в моменте где-то 205 переключила. И тяга еще сильнее прибавилась. Адреналин, да, сейчас? Ну, если вы. Прислушки, да. Да, да, да. Хорошее ощущение адреналина. 4,2 дизель. Шитый. Да. Поехали домой. Ну, еще давай соточки отсюда. Туда-то обонят. Давай, возьмите, лучше так же. Окей. Сейчас едем на ветер. Все готовы? Да. Раз, два, три. Теха бешеная. На ветер начинаем. Пол корпуса. Корпус взял. С 170 идем. Ну, взял, он уходит вперед, да. Он прямо быстрее. Быстрее, да. Быстрее. Не, это очень быстрая машина. Очень быстрая. Тут конкурент нужен, наверное, сейчас по силам FX 50. 5-ти литровый, 400 сил. На больше я не знаю, кому с ним податься. Что-то он вообще дикий. Что? Он стоковый, нет? Стэйч один. А, ну понятно. Что, везет? Тысяча моментов. Кого с ним еще можно поставить? Ну, это по силам ты сейчас тут самый злой, да? Повесь. Давай попробуем тебя сейчас выкатим. С местом? Ну, можем с места, можем входом. Да, Паша. Ну, что? С кем-нибудь поедем? Ну, сейчас ты немного отдохни, сейчас крауна попробуем поставить. А, этот самый Туарек? Да, да, да. Ну, я думаю, сегодня он здесь самый такой. Потому что он по мощности. Ну, на трех не прям космос прям. Так, вы готовы? На счет 3 стартуем. Раз, два, три. Ты даже Туарек буксанул. Туарек буксанул. Сделал Туарек самый мощный из машин присутствующих. Вообще вне конкуренции тачек. Готовы? Раз, два, три. Так, он, по-моему, в ВЭС ехал не в ручном режиме. Скорость 150, 160. Туарек сервина дрываться начинает. 180. Ну, по-моему, он чуть лучше держал, чем Камри. По ощущениям, да? Получше чуть-чуть, да. Я включил в ручном вторую, и она была уже почти на максимуме оборотов. Вот этого мотора здесь реально хватает. Никакой там 3,6 бензин, 4,2 бензин. Такого вам не даст. Дизель этот хороший. Вот этот дизель, увагом, не нравится. Наверное, единственный дизель, который увагом, не нравится. Остальные никакие моторы. Андрюх, давай еще раз, сейчас сделаем ходом в ту сторону, последнюю. Заходь в параде. Ну, вам 20, нормально, 40. 20, 40. Окей, с 40 стартуем, сейчас с вами сравняемся. Раз, два, три. Чуть-чуть на переключении мы отстали. Сейчас начинаем забирать. 150, 160. 180. Сейчас корпус он взял. Ужасный линометр лег. Но он вообще очень слабо уходит, если честно. Что, отпустили, отпустили, да. Что, отпускаем? 220. На ветер, опасно. Сука, Туарег валит. У вас адреналина сейчас вообще зашкаливает, да? Уже отпустили. Чуть-чуть. У меня друга на CX-5, когда приезжал, Женек, сейчас смотрит, у него всегда тоже аж мандраж перед заездом. Потом нормально. Кто проехал? Туарег. Едет. Туарег, полтора корпуса. У него вот каждое переключение, он вроде начинает обирать наобороты. Думаешь, ну все. Переключил опять поволок еще сильнее, понял? Опять поволок еще сильнее. Очень люто едет. Ты по душу 35-го приезжал, Финика, да? Андрюхиного. Но не срослось. Андрюхиного, да. С FX-ами-то интересно. Но мне интересно с Андрюхином, потому что мы ездили же... Ну, тот не Финик был, тот Ниссан был. Ну, как раз, 37-й. Да, да. Он был задний привод, он был быстрее. Не, не, поэтому ты приехал с соседнего города, с Липецком приехал. Я считаю, если у нас сегодня срослось, у Андрюхи тачка сейчас стоит на замене привода, мы делаем, делаем на тачке ТО, и мы к тебе приедем в Липецк. Потому что я думаю, это будет вообще нормальное решение. Мы там откатаем и решим реально, кто будет быстрее. Сейчас будет следующий заезд. Камрюха 3.5 поезд с крауном. Две поверженные Тойоты от Volkswagen Touarego. Да, тачка эта меня сегодня удивила. На самом деле, 4.2 это правильный мотор на правильной тачке. Поэтому, друзья, если вам понравилась такая машина, и вы хотите себе ее купить, вы должны понимать, что она уже далеко не новая. И на рынке очень много укатных экземпляров. Поэтому обязательно качайте дром и смотрите историю владения. Например, если у автомобиля 5 или более хозяев, есть вариант купить реальный хлам. И еще рекомендую на дроме смотреть автомобили от собственника. Это очень полезная и экономящая время функция. Второй раз в жизни сижу в таком крауне. Это была тачка в белом цвете, 3.5, но на компрессоре. Ехала очень круто, но в заезде водитель лажал. Не ехал он в ручном режиме, за счет этого тачки с той же динамикой уезжали. Здесь 3.5 литровый мотор, как на GS, с непосредственным впрыском 315 сил, в Camry 249 сил, чуть другой мотор. Такой мотор сейчас ставят задушенный в 70-ке. Задний привод, вес машин одинаковый, там музыка, но у нас третий пассажир. Так что, я думаю, все сейчас будет у нас честно. И мы посмотрим, кто будет быстрее. Это, можно сказать, Lexus GS 350, да, на задке? По идее. Паш, делай все максимально эффективное для своей тачки. Паш, делай, что липало. Включай полный привод. Да, ага. Так, вы готовы? Слушай, нормально, блядь, тортанул краун. Слушай, шлифуем. О, зацеп. Нет. Она течет, это какие-то некое высветилось? Да я все первую проморгал. Она шлифует, я и пытаюсь добавить, добавить, добавить. Хватит, ну, блядь, ну, это хуйня. И потом она в первую, короче, уперлась. Закрой окно. Я чуть нажал, все, букс пошел. Со стабилизацией. Смотри, Андрюх, сейчас будет очень интересно. Знаешь, 60 едем на второй. Коробки здесь одинаковые по длине. Так что 62 стартуем. Равняйте со мной. Все, готово. На счет три. Раз, два, три. В отхват на Камре лучше, чем на Крауне. Идете рядом, он немного начинает догонять. Верха тут злые, блядь. Верха злые. Пол корпуса. Камре отпустил. Пол корпус, прийти все, не ходим дальше. Ты ее уложил вообще до конца. Она дальше что-то набирает? А, чим же стоит. Уже. Где 360 пойдет. У этого мотора заметно круче верха и злее звук. Но он уже с завода распряжен. И еще-то его еще-то распрел до конца совсем. Где-то 330, наверное, с чипом наверняка есть. Ну, я думаю, да. Но едет хорошо. Надо его будет замерить. Летом, знаешь, как подсохнут. Да, да, да. Я как раз резинку хорошую. Очень интересно подъедет на заднем приводе. Все, готовы? Раз, два, три. Подрыв одновременный получился. Мы переключились раньше, он еще докручивает, по-моему. Ну, относительно ровно идем вообще. Да, начинаем даже догонять. Очень странно. 180. Блин, это битва. Это реальная битва сейчас. Шестая. Шестая передача отпустили. Все. Отпускай, мы сбросим. Мы еще дали. 225, наверное, где-то. Я прям как чувствовал вначале, то, что это будет прям заезд нос в нос. А он был наоборот уверен, что он тебя объедет, кстати говоря. Много так думал. Я ожидал, что, блин, легче будет играть. Блин, в камере нормально едет. На удивление, да. Сколько ехали? 220 я бросил, ну, нахуй, там полоса, вот такая ебаная. Я думаю, я сейчас нахуй туда, в поле пойду. Вообще нос в нос это было. Нос в нос, да. Ну вот и все, друзья, мы откатались. Туарег уехал, Паша грузит музыку. Сейчас тоже будет собираться домой. На удивление, Туарег победил для своих габаритов. С этим мотором тачка едет очень, очень круто. Там не хватает коробки передач от BMW. В такой совокупности машина ехала бы еще круче. Но если вам нравится такая машина, ну, а в ваших регионах нет хороших вариантов, на Дроме можно подписаться на объявление. И вам будут приходить уведомления с новыми интересными вариантами в вашем регионе. Ну, а мы все откатались. Хотел сказать всем огромное спасибо, что они приехали, показали результат, показали, на что способны их машины. Всем, друзья, спасибо. Ставьте лайки. Всем пока.